Большинство из нас неоднократно слышали о вреде продуктов с ГМО. Одни считают, что чужеродные гены могут неблагоприятно повлиять на наш организм и вызвать раковые заболевания. Другие, наоборот, думают, что именно ГМО в будущем смогут спасти нас от голода. Мы попытались разобраться, так ли страшны эти ГМО на самом деле. Вообще на данный момент нет подтвержденных данных о том, что ГМО является опасным. Кроме того, все линии, которые используются в промышленных масштабах, а это чаще всего линии сои и кукурузы, они прошли достаточно всестороннюю проверку. Это касается разрешенных линий ГМО. ГМО – это организмы, в ДНК которых искусственным путем встроены чужие гены. Например, картофель с геном подснежника. Риск для потребителя в плане того, что генетически измененные участки ДНК могут строиться и каким-то образом изменить геном человека, но, скорее всего, это миф. ГМО могут содержаться в томатах. Если говорить о готовых продуктах питания, то больше всего ГМО обнаруживают в колбасных изделиях, мясных полуфабрикатах, мороженом, чипсах, соусах, продуктах быстрого приготовления. Впрочем, есть продукты, которые практически невозможно соединить с генетически модифицированными организмами. Это, например, гречневая крупа. В России есть список продуктов, одобренные для использования. Например, соя, картофель и кукуруза. Кроме того, на территории нашей страны действуют законы, которые регулируют производство и ввоз продуктов с ГМО. Если в составе идут производные сои, производные кукурузы, и эта продукция выпущена на территории Российской Федерации, ну, здесь есть гарантии, то, что отсутствует. Но стопроцентная гарантия, к сожалению, никто и ничто не даст. Тем более, сейчас есть новая КРИСП-технология, которая позволяет модифицировать живые организмы без нахождения в них маркеров модификации. По большому счету, то есть доверять производителю на маркировке, если там будет написано без ГМО, обычно стоит доверять. Потому что за этой маркировкой лежит ряд лабораторных испытаний, проверка технологических линий сырья. Употребление разрешенной ГМО-продукции относительно безопасно. Это подтверждено огромным количеством исследований, да и польза от них может оказаться неоценимой. У нас генетически модифицированные микроорганизмы являются источниками очень большого количества лекарственных веществ. Но почему-то никто не говорит о том, что инсулин – это первый препарат, полученный с помощью генетически модифицированных микроорганизмов, промышленных препаратов, что инсулин, который спасает жизнь, огромному количеству людей, и благодаря этой технологии он стал доступным к огромному количеству людей. Он вреден, правильно? Хотя он высоко учищен, там, любая технология, но в основе этой технологии тоже лежит модификация. Опасным генномодифицированные организмы могут стать для окружающей среды, поскольку модифицированные сорта растений вполне способны вытеснить естественные. Конечно, нельзя точно сказать, вредны или полезны продукты с ГМО, ведь доказанных экспериментов пока нет, поэтому употреблять в пищу продукты ГМО или нет – решать только вам.